В предыдущих Хэллоуин сериях, пока песики с Аней украшали комнату и готовились к Хэллоуину, киса Алиса отправилась собирать конфеты по Хэллоуинской традиции, но пропала. А в полночь питомцы, пока Аня спала, вызвали духа тыквы Джека и выяснили, что это он похитил кису Алису. За ее возвращение он требовал от песиков противный и страшный Хэллоуин подарок, и они сделали ему жуткий слайм. И кажется, подарок понравился Джеку. Сейчас я вам кое-что покажу, смотрите. Что это? Это что? Что это? Да это же, кажется, киса Алиса. Да, вот она ваша кошечка. Эй, ребята, сделайте что-нибудь, помогите. Я подумал, и я вам ее не отдам. Эээ, как это, не отдашь, а? А вот так возьму и не отдам. Ха-ха-ха-ха. Так, ребята, читаем срочно заклинание. Тыквы, сдохни, засохни, плесень расти, свой дух улети. Нет, я слабею. Тыквы, сдохни, засохни, плесень расти, свой дух улети. Алиса, беги. Ай-яй-яй, тыквы, сдохни, засохни, плесень расти, свой дух улети. Ай-яй, как же мне плохо. По-моему, сработало, да? Офигеть, классные зарядки книжки заклинаниями читала. Я в шоке, Миша. Миш, ну ты даешь, и правда сработало. Тьфу, тяк. Пойду кисалису проверю, а вы тут за ним все-таки следите. Кисалис, дружище, ну че ты как? Да это капец, вообще, самый ужасный Хэллоуин в моей жизни. Я таких кошмаров никогда не видела. До сих пор в шоке. Где я побывала? Тебе такого не желаю, покемон. Ладно, потом расскажи, держись тут. В следующий раз никогда не пойду конфеты попорошайничать. Так, кисалису вроде в порядке. А че с этим-то? Миш, ну ты тала поразила, вроде Мишкина загляд на нее сработало. А че делать дальше? А теперь, девочки, нужно просто это все тут оставить как есть и свалить. Утром разберемся. Уходим, кисалис, пошли быстрей. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ой, 31 октября. Сегодня устрою ребятам Хэллоуин пранк. А к первому числу как раз ролик выйдет так. Что тут произошло? Это что такое? Офигеть, это что тут за пальцы с когтями валяются? Шапка с Джека упала. И почему он стоит не на своем месте? И что вообще стало с тыквой? Такого не может быть. За одну ночь вся тыква покрылась какой-то черно-белой плесенью. И почему она стала такая мягкая? Что с ней случилось? Весь рот в плесени, куски от нее отрываются. Ужас, я такое впервые в жизни вижу. Почему он стоит не на месте? Кто это сделал? Хотя может он гнил из-за того, что в нем свечки жгли? А что это за когти тогда? Фу, из него какая-то жидкость льется. Надо это срочно куда-нибудь выбросить. Ю-ху, свобода. Сдохла паративная тыква Джек. Ой, кажется я тут интерьерчик чуть-чуть подпортила. Ой, а сегодня же сам Хэллоуин. Не будем никаких духов вызывать, чтобы ничего не случилось. Ай, ой, шар поп и пролип. Надо будет ребят спросить, что здесь происходило. Да блин, что за мистика, блин, происходит? Теперь шарики каким-то образом разлетелись. Так, надо их обратно на диван уложить. Так, надо срочно звать ребят, пусть объясняют. Пушистики. Ай, 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 алиса вернулась. Фух, ну хорошо. Принесла она вам кучу конфет? Нет, конфет она нам не принесла. Зато принесла нам кучу пальцев. Вместо конфет. А, так это она вам пальцы притащила эти, да? А с тыквой что случилось? Ну-ка признавайтесь. С тыквой? Да ничего такого. Мы ночь угадали, свечки там жглибни. И видимо, видимо, видимо она не спорчилась. Вот нам лучше палец померить. Вы хотите, чтобы я это надела? Ну да, сегодня же Хэллоуин будет прикольно. А тыквой что вчера вечером поняла? А я не заметила. Да, ты просто не заметила. А может она с самого начала испорченная была? Вы точно меня не обманываете? Нет, пёсили по-равду говорят. У вас точно все в порядке? Да, да, ай, серьезно, очень круто все. Никто не вызывал духа Джека? Нет, нет, мы же не дураки. И вы готовы к моему хэллоуинскому пранку? Да, конечно. А, а что за пранк? Ань, а давай до того, как ты устроишь пранк. Так. Попросим ребят подписаться на наш канал. Такая красная кнопочка внизу. Чтобы нас скорее стало 2 миллиона. А давайте тогда попросим еще комментарии писать. Хэллоуинские. А еще можно вот так вот, вот так вот. Блин, какие же они неудобные. Вот так вот лайк хэллоуинский попросить. Да, классно ты придумала. Ставьте хэллоуинский лайк. Надо все-таки по ночам спать. И хэллоуинские комментарии пишите. Ага, пишите свои жуткие комментарии. Бу-бу-бу-бу. Ань, может хватит с пальцами забавляться, а? Но они такие прикольные, хоть и ужасно неудобные. Смотри, какие пальчики с Алис. Ненавижу эти жуткие, как тяжкие. Сгрызу их сейчас. Странно ты себя ведешь. Я тебе пальцы оторвала. И вообще, последнее время в доме происходят странные вещи. Да уж, как то самое нашествие мух на премьере. Кстати, в описании, надеюсь, есть ссылка на наше тоже жуткое видео на Magic Family. Про нашествие мух. И про все странности, которые происходят в доме. И это уже не сутки. Это все не просто так. И именно в этой комнате. Да, и это не связано с Хэллоуином. Это длится уже долго. И я рассказала о том, что происходит в доме на нашем семейном канале. Ребята должны обязательно сходить и посмотреть. Может, посоветуют что-нибудь. А вдруг это полтергейст. Так, ребят, давайте не будем о плохом сейчас. Это все есть на Magic Family. А у меня для вас. Мамочки, стой. Капец, что это было? Это что за фигня? Жесть, откуда это прилетело? Блин, блин, блин. Что это было? Это что за монстр? Ага, попались. Это был мой Хэллоуинский пранк. Так жестко вообще. Я вообще не понял, кто это прилетел. Это что, живой паук? Тарантул, что ли? Да нет же, ребят, это не живой паук. Это реально мерзкий монстр. Страшный черный паук. Ай-яй-яй, капец, как страшно. Фу, не машина. Да он не живой, Миша, он не настоящий. Фу-фу-фу, ай, ну не морду, ну блин. Да, согласна вам, правда, противный. Но пранк сработал. Да, ладно, мы не сильно испугались. Ага, конечно, видела я, как вы испугались. Реально такой противный паук, да? Он такой огромный, с мою ладонь. И он еще не просто черный, а с такими желтыми пятнышками. Красные глаза, и у него эти лапки так трясутся. А еще у него двое усов, одни большие, другие маленькие. Точнее, это, наверное, клыки. И эти его восемь противных ножек еще и тянутся. Интересно, такая порода пауков на самом деле существует в реальности. Смотрите, как он растягивается. Такого окраса. Или же это фантастический паук. Видите, эти жала на попе у него тоже тянутся. И клыки его тоже тянутся. Погоди, ай, это что, еще и антистресс? Ага, смотрите. Когда на него нажимаешь, образуется такой черный глянцевый пузырь. И внутри у него явно что-то есть. Пауки рожают из себя много маленьких паучков. Может, это женщина, и у нее внутри яйца. Фу, какие вы гадости обсуждаете. Ну, он же гадкий. Да, действительно. Это, наверное, самый мерзкий антистресс в моей жизни, который я видела. Ань, а давай его как обычно уничтожим, а? Ага, разрежем. Посмотрим, что внутри. Ой, ненавижу пауков. Они такие противные. Зато они приносят письма. Не приносят они письма. Письма приносит почтальон. Но примета есть такая. Когда видишь паука, тебе придет письмо. Да, ты какой же он противный и жирный. Давай, правда, уничтожим этого паука. Дурацкий паук. Не паук, Юмичу, а паук без буквы В. А знаете что, ребята? Что? Ой, Ань, ты чё? Ты чё, правда думала, что мы второй раз испугаемся? Да, чё-то второй раз пранк не сработал. Тьфу, а это чё, тоже паук? Нет, Юмичу, мне кажется, это клещ. Фу, еще противнее. Смотри, Софи, какие у него щупальца. Какой-то мерзкий монстр. Какие страшные у него ноги. Ужасный клещ. Ань, ну всё, хватит. Не напугала пранком, думаешь, так напугаешь. Мы же видим, что он не настоящий. Но он же страшный, правда, да? Ну, ну, противный, да. По мне вообще мерзкий. Ань, давай их обоих уничтожим, порежем, а? Уничтожить страшных насекомых. А вам не жалко их? Кто-то бы сказал, что они милашки. А у него-то покруче ноги растягиваются. Вообще, это больше похоже на щупальца. Может, это восьминог? Нет, Миш, ты что? Во-первых, осьминог, а не восьминог. Во-вторых, это явно какое-то насекомое. Это напившийся клещ. А у него, в отличие от паучка, глаза синенькие, а не красные. У него нет желтых пятнышек от тельца в красную полоску. И если паук на две части разделен, то у этого как бы головка очень маленькая, а вот пузо огромное. Правда, внутри у него похоже то же самое, что и у паука. Но пока не проверим, не узнаем. Он так же пузырится, если на него нажимаешь такими черными пузырями. Эти два антистресса очень похожи. Только монстры сами по себе разные. Мы просто обязаны их разрезать, Ань. Да, чтобы их не было в нашем доме никогда больше. Так, а что скажет наш охотник? Хочет он в доме таких монстров? Че это с ним? Или че такое? Че за странный пузырь? Что это? Как это работает? Был клещ, а стал черный пузырь. Че происходит? Киса, Лиз, ты сейчас серьезно? Или ты меня распишить хочешь? Как это? Как это? Как это происходит? Я реально не понимаю. Это что за монстр такой? Почему он то обычный, то черный, как эти блестящие воздушные шарики? А Лиз, да это просто антистресс. Нажимаешь на него и надувается он. Ну ты че? Первый вижу такое страшное насекомое. Это клещ. Смотри, как он на лапке болтается на одной. Можно им попрыгать немножко. То есть это не живое существо? Нет, Алиса, это не живое существо. Это антистресс. Как и предыдущий паук. А, ну тогда давайте начать его. Уничтожить, уничтожить, уничтожить. На части порезать. Да, но у нас условия. Какое еще условие? Ты будешь его развязать в этих когтях. Эти пальцы надеть? Да это же ужасно неудобно. Ну, Ань, ну че ты, ну че ты, ну челлендж. Вот именно, и мы тебе уже там ножнички подготовили. Вы уже ножницы принесли? Да, мы уже их принесли. И вон там, у Мишки возьми. Да, мы для тебя старались. Спасибо, мои ребята, вы такие заботливые. Так, давайте сейчас. Где? Аня за Мишкой. Вот. А, что это, что это? А, ужас, что это? Это была моя идея. Не правда, моя, Юмичу. А я вообще тут ни при чем. Ужас, ужас, ужас. Но зато мы тебе отомстили. Разыграли меня, да? Ань, че ты, ответочка? А ты думала, мы типа не готовились к Хэллоуину, да? Типа только ты догадалась мерзкие антистрессы купить. Мы тоже не дураки, да. Мы тоже монстры купили. Фу, какая гадость. Да, походу противнее, чем твои даже. Фу, надо же, какой он. О, блин, это реально еще хуже, чем эти черные. А еще он привезти релипучий, липкий, и лапки у него тоже тянутся, видишь? Вот это пранк, я понимаю. Да не кричит. Нет, крич будет мой. Иди сюда, мистер Клещ. Юми, ну можно мне клеща? Нет, мой Клещ. Тогда паук будет мой. Мистер Паук, мы тебе умеем тоже. Нет, паук тоже будет мой. Отдай, дочь Софи. Ну, Юми, ну че ты такая жадина? А, не Юми, жадина. Мой паук. Юми все у нас отбирает. Я самая младшая, а че вы на меня наезжаете? Ребят, ну не ссорьтесь вы опять, а? А этот паук реально, в отличие от тех, липкий. И вообще, паук ли это? Его лапки могут даже прилипать к его телу. То есть, это не просто антистресс, это еще антистресс-липучка. А еще, кроме того, что он липкий, у него лапы тоже растягиваются. У него 8 лапок, все-таки, наверное, это паук. У него тоже есть вот эти вот клыки. Это называется мантибулой, по крайней мере, у муравьев. Тебе ли не знать о неймея формикарий? Спасибо, Эйван. Глазки у него черные, а внутри, походу, орбизы. У тех внутри явно что-то другое. Вот только я не совсем понимаю, у него есть красная жидкость внутри? Или это все красные орбизы? Как будто это паук, бременный, красный крой. Ой, ой. А что, правда? Это его будущие дети, типа, миллион маленьких паучков. Как думаете, красная жидкость внутри с прозрачными орбизами? Или же все-таки красные орбизы? И прозрачная жидкость. А может быть, там вообще никакой жидкости, и только красные орбизы? Надо разрезать. Смотри, Киса, Алиса, как он на лапки своей болтается. Как на паутинке. Он один интереснее, чем два твоих. Ну, спасибо. И меня он не пугает тем, что прыгает. А так, своими щупальцами тебя он не пугает? Нет, за них хочется цепляться и поймать его. То есть, этот тебе не противный, да? Противный, конечно, это же насекомое какое-то. С красной икрой внутри. Так, все-таки он для тебя страшный. Бу-бу-бу-бу-бу, Киса Алиса, я сейчас выпущу своих красных маленьких детишек на тебя. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу, гадость. Хех, ладно, я пошла за настоящими ножницами. Так, погнали, по-быстренькому разрежем ваших монстриков. Я подготовила поднос на всякий случай, если вдруг из них что-нибудь будет вываливаться, вытекать. Такое ощущение, как будто мы их сейчас готовить будем. Я не представляю, как я в них вообще буду держать этого паука, еще и резать ножницами. Это же капец просто. Что за радость от такого челленджа, а? Вы издеваетесь? От челленджа не обязательно должна быть радость. Давай, начинаем. Я еле-еле взяла ножницы ими. Это просто нереально. Мне сейчас надо как-то их перевернуть, еще и засунуть туда пальцы. Вы очень по-крупному надо мной издеваетесь, знаете. Просто мучение какое-то. Как люди ходят с 10-сантиметровыми ногтями, а? Это практически то же самое, ими же даже невозможно ничего брать. Готово? О, блин, как же это неудобно, капец. Ребят, я придумала когти. Нет, я придумала, Юмич, отстань. Пока вы там спорите, я уже разрезаю. Вы же так хотели узнать, что внутри этого монстра. Ого. Это что, мука? Может, маленький белый горох? Нет, это, наверное, сахар. Да нет же, это паучьи яйца. Эй, короче, это все не то, что вы перечислили. Если бы это был сахар, он бы там засахарился. Короче, с ним бы что-нибудь случилось. Конечно же, это не яйца пауков. И не мука. Мука же намного воздушнее. Но горох намного ближе, только несъедобный. Мелкие, белые, пластиковые, горошные. Все, я снимаю эти когти, потому что я не могу в них находиться. У меня сейчас приступ случится нервный. Фу. Ну ладно, можно считать, что челлендж ты выполнила. Спасибо большое, Миш. Короче, я порвала его еще и напополам зачем-то. В общем, это явно что-то несъедобное, что-то пластиковое. Покажи-ка его. Смотри, кисалис, мы разделили паука на две половинки. Да ну фиг, я не интересна. Скукотища. Ладно, попытаемся тебя удивить, поехали дальше. Так, сейчас разрежем этого клеща. Ань, походу там то же самое. Погодите. Ну-ка, ну-ка, сейчас я немножко по-другому сделаю. Я его выверну, чтобы эта искусственная соль из него прям водопадом посыпалась. Соль? Это значит нужно лизать? Нет, Юми, лизать это нельзя, потому что это пластик. Ты потом этого наешься, а мне потом тебя лечить и за тобой его убирать. Ань, зачем ты кровожадную отрезаешь ему голову? Потому что я хочу попробовать поиграть с нею с киской Алиской и развеселить ее немножко. Просто кошки чувствуют странности, а в Дэнне происходит что-то странное, поэтому у нее такое настроение. Думаешь, Софи? Кисалис? Что это такое интересное тут у нас? Голова паука. Да я не про это. А про что? Тут что-то зацепилось в мой замой коготок, и я хочу с этим поиграть. А, вот эта вот штучка? Да, голова паука отфигня. Да блин, это просто нитка какая-то черная, это что, веселее что ли? Это не просто нитка, она куда-то ведет. А ну-ка, а ну-ка, ниточка, иди сюда. Кисалис, ты что, издеваешься что ли? Какая-то пушистая нитка, интереснее, чем антистресс. Да, отстань ты, а ничего ты в игрушках не понимаешь. Серьезно? А, ты про вот эту нитку? Да, это просто кусок от паутины, который мы тут растянули. Вот веселье-то. Ух ты, я только заметила надпись Хэллоуин на тыкве. А она фосфорная? Да, ночью она светится. Эх ты, Алиска. Голова паука и неинтересно, смотрите. Ну ладно, сейчас разрежем этого вашего. Кстати, из-за того, что он липкий, на него налипли эти белые шарики. А знаете, я из головы перекочу весь орбис в тело и разрежу вот по этой половине. А потом попробую с Киской Лиской этой липкой головой поиграть. Ну что, Ань, там красный орбис или красная жидкость? Ля-ля-ля, ля-ля-ля, у меня в руках головка паука. Очень весело, Ань. Смотрите шоу. Ого, Аня, аккуратнее личинки пауков избегаются. Из них же потом повылупляются маленькие паучки. Я видела, как во все углы закатилось. А если они правда вылупятся? Девочки, вы чё? Это же просто орбис, блин, а не какие-то там яйца. Короче, это был красный орбис, а не краска с белым орбисом. Ага, Юми, чё, чё ты там делаешь? Пытаюсь достать орбизину, чтоб сожрать. Юми, нет. Чё, я пошутила. Ага, пошутила ты, конечно, видела я, что он у тебя закатился туда. Это искусственный продукт, его нельзя есть. Чё, забрала, да? Ладно, ладно, я поняла. Что? Орбис жрать нельзя. Молодец. Ага, она каждый раз так говорит, а потом всё равно всё жрёт. Блу-блу-блу. Ать. Чё это было? Ой, Алис, я и не знаю, что это было. Что это такое там? Без понятия. Это кто такой шевелится? Может, это маленький злобный паучок? Или его голова ползёт к тебе, чтобы съесть. Ты чё, издеваешься, да? За дурочку меня держишь? Нет, ну смотри, какой монстрик. Да, я типа не вижу, что это голова на твоём пальце, да? Киска, Алиска, поймай паучка. Тань, ну серьезно, ну чё ты, ну? Используешь мои инстинкты, провоцируешь? Ну ладно, киса, Алис, ну ладно тебе, ну. Не поведусь. Ребята, а вы идите смотрите ролик на нашем семейном канале Magic Family, где Аня рассказала про всякие ужасы, которые происходят в доме? Именно в этой комнате. Бу-у-у, страшно. Да ладно вам, может это не полтергейс? Да, конечно, что за странное поведение у нас, у Ани, у киса Алисы. Что за звуки и что за миллион му? Идите смотрите скорее. Я пошёл обедать. Ой, я с тобой. Киса Алис, пошли гулять. А-а-а, меня подождите.